МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главная тема сегодняшнего выпуска. Рощинский ужас завершился. Рязанские следователи допрашивают подозреваемого в нападениях и убийствах женщин, совершенных в железнодорожном округе областного центра. Полигон должен быть разрушен. Рязанские общественники объединяются против возобновления деятельности полигона ядовитых отходов Турлатова. Окинавские приемы навсегда. В Рязани прошел семинар по древнему боевому искусству. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Рязанские следователи приступили к допросам так называемого рощинского маньяка. Несколько месяцев он держал в страхе микрорайон городской роще в железнодорожном округе Рязани. Свои последние преступления подозреваемый по версии правоохранителей совершил в этом марте. Задержали его после очередного ограбления как раз в день женского праздника. Сейчас нападавший сознается не только в ограблениях. На его руках кровь нескольких убитых женщин. Открывает программу эксклюзивный материал Олеси Харлиной. На счету задержанного уже 4 эпизода преступной деятельности. Показания он начал давать сам. Следователи подозревают, что это далеко не полный список криминальных приключений. Своих несчастных жертв преступник выслеживал по-разному. Одних встречал прямо на улице, других высматривал в кафе или заманивал за угол под самым житейским предлогом. Извините, вас там кто-то спрашивает. Последняя жертва отделалась синяками и испугом, а вот предшественнице повезло меньше. 3 марта в одну из квартир многоэтажного дома постучала окровавленная женщина. Ей пришлось преодолеть трудный путь, чтобы позвать на помощь. Но скорая уже не успела. 3 марта встретила около 3 часа ночи девушку. Она направлялась в сторону Южного. И я решил ее ограбить. Доходя до 57-й школы, в Урл безлюдное место. И зашла она в тематуру. Тут я к ней подбежал. Мне стресс ударил ножом в шею. Именно внезапность, по словам следователей, помогала задержанному так долго оставаться безнаказанным. Будь у потенциальных жертв пару лишних минут, любая из них смогла бы дать отпор и скрутить обидчика сама. Одной девушке даже удалось отнять у него нож. Видимо, этот опыт и подвиг его всегда действовать из-под тяжка. Ворачиваете, бьете. Она что-то говорит при этом? Да, да, да. Что она сказала? Дорогой дедиктор, я ее, может, потаскиваю еще раз. Повторяю еще раз, скажите, еще раз. Исходя из этого, предварительно можно сказать, что если подтвердятся еще все и остальные эпизоды преступной деятельности, то молодому человеку угрожает наказание вплоть до прорезинного лишения свободы. Еще о громком криминале стало известно, что задержан человек, подозреваемый в убийстве пенсионерки, которое было совершено прямо в Никольском храме в Ряжске. Разбойник убил 65-летнюю продавщицу иконной лавки из-за нескольких золотых крестиков на прилавке и церковной кружки с пожертвованиями. В настоящее время подозреваемый, это мужчина, уроженец Новосибирской области, 1984 года рождения, задержан. Он был задержан оперативными сотрудниками в Тамбове. Задерживали подозреваемого, как в теледетективе, сотни опрошенных жителей. Два водителя, на чьих видеорегистраторах был зафиксирован человек, стоявший на обочине неподалеку от Никольского храма. Чем-то он показался оперативникам подозрительным. А пять сотни опросов до тех пор, пока человек не был опознан, пробит по полицейской базе данных и установлен. Хорошая работа, что тут сказать. К другим темам. Как известно, в Рязани, в районе Турлатова, вновь предпринимаются попытки возобновить работу полигона ядовитых отходов. История вопроса в нескольких словах такова. Полигон для захоронения опасных промышленных отходов недалеко от поселка Турлатова существует с 2009 года. По крайней мере, таковы данные прокурорской проверки. Как удалось выяснить сотрудникам прокуратуры, эти организации занимались тем, что по контрактам с соседними регионами вывозили пришедшие в негодность удобрения химические вещества, используемые в сельском хозяйстве. Этот груз отправляли на промышленную площадку в районе поселка Турлатова. То есть, фактически, захоронение ядовитых веществ осуществляли в черте Рязани, без соответствующих разрешений и мер предосторожности. В соответствии с приведенными специалистами исследованиями, на расстоянии полутора километров от полигона расположены городские водозаборные скважины. Грунтовые воды залегают непосредственно под днищем полигона, в результате чего существует реальная возможность загрязнения опасными отходами. Далее, суд признал незаконным приказ управления Ростехнадзора Рязанской области о выдаче лицензии фирме на осуществление деятельности, связанной с опасными отходами лицензии, аннулированно. Но бизнесмены от ядовитых отходов намерены возобновить свою деятельность. Они пробивают публичные слушания с тем, чтобы протолкнуть идею об открытии производства. Региональные власти высказались резко против возможности реанимации полигона. В дело вступает и общественная организация. Рассказывает Глеб Галушкин. Недавняя заявка на проведение публичных слушаний от хозяев так называемого Турлатовского полигона наделала немало шума среди горожан и экологов. Активисты Рязанского экологического альянса сразу начали собирать подписи против хранения крайне опасных для здоровья людей отходов на территории очистных сооружений бывшего завода «Химволокно». В чем опасность? То, что здесь будут утилизировать, если разрешат, отходы первого и четвертого класса опасности. Даже четвертый, самый не опасный из них, хотя он тоже опасный, это природе нужно три года восстановиться. Третий уже 10 лет. Первый – никогда не восстановится природа, то есть необратимое повреждение. Вот мы не хотим, чтобы буквально рукой подать до города, и в самом Турлатово много людей живет, и здесь через грунтовую воду может попасть в Листвянку и дальше в Аку. То есть это прямая угроза для города, для здоровья жителей. Мы начали собирать подписи на нашем сайте «Эра.РЗН.РУ». То есть его просто найти через любой песковик, набрать «Экологический Рязанский альянс». Сейчас там уже почти 500 подписей, я думаю, соберем достаточное количество. И в перспективе скоро будут общественные слушания по этому вопросу. То есть мы надеемся представить свою позицию, как подробно объяснить, почему это нельзя делать. Экологи призывают горожан прийти на публичные слушания. Кстати, сейчас городские власти обещают открыть общественные приемные, где жители смогут посмотреть на возможный проект по рекультивации злополучного полигона. В Рязани прошел семинар по старинному боевому искусству японского острова Окинава Кобудо. Делиться мастерством с нашими поклонниками окинавского умения обращаться с традиционным для островитян оружием, нунчаку, тонфа, шестомбо и другими видами смертоносной экзотики приехал известный английский мастер Джулиан Митт. Диковинными приемами восхищалась Ирина Ковалева. Кобудзюцу – один из немногих видов боевых искусств, который пока еще не получил широкого распространения в нашей стране. Зародилась кобудзюцу на Окинаве, так же, как и карате. Но если о карате знают даже те, кто никогда не занимался этим восточным единоборством, то о кобудзюцу слышали далеко не все. Все мастера карате на Окинаве, они занимаются пустой рукой, как говорят, техника пустой руки, и в то же время занимаются работой с оружием. Работа с оружием – это как раз и есть кобудзюцу. Туда входят все основные традиционные виды оружия, такие как бо, шест, сай, трезубец, тонфа, рычаг, нунчаку, цепь для молота риса, кама, серб и так далее. Сегодня мы смело можем сказать, что кобудзюцу становится популярным и у нас. Так, например, в Рязани в прошедшие выходные прошел уже третий семинар по этому виду восточных единоборств. А провел его для рязанских спортсменов обладатель шестого дана окинавского карате и кобудзюцу Джулиан Мид, который прибыл к нам из Лондона. Цель моей поездки – это научить рязанцев руку кобудзюцу. Руки кобудзюцу – это искусство тесно связанное с карате, и особенно с рукопашным боем. И для меня это попробовать и построить сильную группу студентов в Рязани. И одной из моих целей является построение образования хорошей подготовленной группы среди рязанских любителей карате. В этот раз семинар был направлен на работу с двумя видами оружия – бом, который представляет из себя шест, и сай, трезубцами. В нем приняли участие представители различных стилей карате из нескольких городов России. Присутствовал на семинаре и ученик Джулиана Мида из Германии. Несмотря на языковой барьер, учитель без труда доносил до учеников всю необходимую информацию. Джулиан Мид еще в Японии понял, что знание языка абсолютно необязательно для обучения. Главное – смотреть и повторять за учителем. И хотя порой это было непросто, спортсмены старались не пропустить ни одного движения мастера, ведь подобная уникальная возможность представится им лишь осенью. Конечно, если сенсей Джулиан согласится еще раз посетить наш город. На сегодня все. Увидимся завтра. Хорошего всем вечера и до вторника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова